За годы студенчества нужно успеть очень многое. Получить диплом, завести друзей, раскрыть таланты и найти себя как личность. В Институте международных отношений истории и востоковедения для этого созданы все условия. О них первокурсникам подробно рассказали на презентации студенческого совета. Если студент хочет не только получить качественное образование, не только стать высококвалифицированным, дипломированным специалистом, но и найти себя в этой жизни, тогда он сделал правильный выбор, поступив в Институт международных отношений и истории востоковедения. Проявить себя можно разными способами. Каждый найдет здесь то, к чему лежит душа. Сотсовет работает в нескольких направлениях. Профсоюз, культура и творчество, спорт, наука, социальная деятельность и информационное освещение событий. Правком занимается внеучебной частью деятельности, организует мероприятия, творческие, социальные, информационные. И, конечно же, правком дает социальную поддержку. Это социальное питание, талоны, вкусные конфетики, ну и компенсация за проезд и, конечно же, путевка в санаторий, профилактория. В нашем институте работает спортивное направление. Ребята, которые хотят заниматься спортом и развиваться в этой деятельности, могут заполнить анкету в группе Института спортов и МАИФ. В дальнейшем они тренируются в сборных командах наших институтов и у них есть возможность участвовать в спартакиадах первокурсников и на большой спартакиаде КФУ. Наши основные мероприятия – это конференции, форумы, круглые столы, дискуссионные площадки. Мы помогаем с написанием тезисов, мы устраиваем мастер-классы, встречи с знаменитыми людьми. Как раз у нас был дебютант Госдумы, недавно приезжал. Также мы помогаем с выездом за границу, на стажировке, получении грантов. Мы освещаем мероприятия как институтского уровня, так и университетского. Все яркие события, которые происходят в КФУ и МАИФ, мы обязательно освещаем. Организационные собрания направлений начнутся очень скоро. Водоворот событий студенческой жизни захватит желающих оказаться в центре внимания всего университета. Продолжение следует...